МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Именно он, что называется, сколотил и возглавил банду, в арсенале которой были пистолеты, ножи, радиостанции и автомобили. Обвиняются члены ОПГ в серии разбоев, грабежей, вымогательств, совершенных в составе преступной группировки. Эпизодов десятки. Сегодня на скамье подсудимых шесть человек. Это самые активные участники банды. В преминых сторон государственное обвинение настаивало на назначении всем реального наказания для лишения свободы. Защита требовала оправдать подсудимых. Я считаю, что государственное обвинение поддержано по данному делу обоснованно, поскольку доказательствами оно подтверждается. Вопрос о виновности либо невиновности подсудимых будет решаться судом. Максимальные сроки, которые могут получить обвиняемые, от 15 до 20 лет. Предполагаемая дата оглашения окончательного решения суда – 15 мая. К другим темам. Правительство России одобрило законопроект Министерства здравоохранения. И вот в чем суть. Ноу-хау, которое, впрочем, таковым не является. Создание единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Это позволит медицинским учреждениям быстрее обмениваться информацией, формировать общероссийские реестры и вести статистику заболеваемости населения. Для граждан плюс электронного документа оборота тоже налицо. Появятся электронные карты, больничные, рецепты и справки. Это удобнее и снизит риск потери документов. Кроме того, идеологи законопроекта рассматривают варианты дистанционных врачебных консультаций. Документ по плану должны принять до конца этого года. Что же, поживем, увидим. 12 мая – День медицинской сестры в Международной. В Архангельской области на этом поприще занято более 11 тысяч человек. Задача медсестры – помогать врачам, выполняя их назначения, и находиться рядом с больными на протяжении всего лечения. Труд медицинской сестры очень сложен и физически, и морально. Международный праздник отмечают в день рождения Флоренс Нейтингелл. Одной из основательниц службы – сестер Милосердия. В Архангельской области подготовка специалистов со средним медицинским образованием ведется в учебных заведениях столицы. Поморье, в Котласе, Няндаме и Вельске. Ежегодно около 400 свежеиспеченных молодых специалистов начинают свою карьеру в медицинских учреждениях региона. Администрация Архангельска продолжает закреплять отношения с проверенными партнерами. Так подписано соглашение о сотрудничестве с Банком Авангард. Подписи поставлены, договор подписан. Администрация Архангельска и Банк Авангард наконец придали своему сотрудничеству официальный статус. Соглашение прежде всего нацелено на решение социально-экономических задач по развитию столицы региона. Уже сейчас Банк Авангард реализует несколько крупных проектов на территории Архангельска. Директор соглашения подписанного сегодня подразумевает уже конкретные наполнения, которые реализовываются в настоящий момент. По меньшей мере три значимых направления находятся в стадии реализации. Это прежде всего предоставление банковских гарантий под муниципальные контракты, это проект школьное питание и проект транспортная карта. Руководство банка подчеркивает, что эти проекты носят скорее социальный характер, нежели коммерческий. Особенно выделяется программа школьное питание, в ней участвуют 15 городских школ. На имя родителей бесплатно заводится банковская карта, а их детям выдается специальная карта, по которой они получают обеды в школьных столах, уже без использования наличных денег. Реализацию этого проекта отдельно отметил глава Архангельска Игорь Годзиш. Банк сегодня является передовым банком. Реализация этого проекта очень большие и серьезные наработки. Они сегодня, благодаря тому, что передовики, видят и плюсы этого проекта, и видят моменты, которые необходимо доработать, в том числе в части нормативной базы. В рамках соглашения предполагается бурная совместная деятельность по разработке перспективных инвестпроектов, поддержке малого и среднего бизнеса, содействию организациям, инвестирующим в объекты городской инфраструктуры. Михаил Меньшенин, Денис Линчевский, Архангельское телевидение. А правда, Север объявляет декаду активной подписки. С 11 по 21 мая подписаться на любимую газету можно по специальной цене в любом отделении почтовой связи или в отделе подписки и доставки редакции ПС. Подписной индекс издания П4182. Подробности по телефону 8 902 703 93 03. 2017 год для старейшей газеты региона особенный, юбилейный. Своё столетие «Правда Севера» отметит большим праздничным вечером. Конечно, одни из самых желанных гостей торжества – читатели «Правда Севера». 16 мая в 18.00 в Архангельском областном драматическом театре пройдет праздничный концерт, общение с коллективом газеты и ветеранами, чаепитие в приятной компании. Участие бесплатное, количество мест ограничено. Предварительная регистрация до 17 часов 15 мая по телефону 20 46 02. Звоните, регистрируйтесь, приходите. А мы продолжаем цикл материалов, посвященных газете «Правда Севера» и ее 100-летнему юбилею. На этот раз речь пойдет о награде, которой издание удостоилось в 1968 году – Ордене Трудового Красного Знамени. В 2011 году журналисты передали реликвию на хранение в областной Архангельский краеведческий музей. Как было сказано в указе Президиума Верховного Совета СССР, газета награждалась за водотворную работу по коммунистическому воспитанию трудящихся Архангельской области и за мобилизацию их на выполнение задач хозяйственного и культурного строительства и в связи с 50-летием выхода первого номера газеты «Правда Севера». Подробнее о награде и о том, почему же она находится не в редакции, а в фондах музея, мы расскажем в программе «Автограф дня» в 19 часов 20 минут на телеканале ТВ-Центр. И к этому часу у нас все. До встречи в 16.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова